В предыдущем уроке мы с вами познакомились с тем, как создавать обычный прямой молдинг. А теперь мы с вами поговорим об особенностях плинтусов. Есть еще один более удобный способ создания профилей как плинтусов. Для этого нам, во-первых, потребуется сделать отделочное перекрытие. Мы с вами все-таки наносим отделку перекрытием. Вот у нас есть перекрытие типовой 150. Можно сказать, что это грязный пол. Естественно, за 0 у нас принимается отметка чистого пола. Поэтому прежде всего мы с вами сместим вниз наш грязный пол, ну, к примеру, на 10 мм. Это можно делать с помощью параметра смещения от уровня. И я напишу минус 10. Конечно же, вас могут смущать такие нюансы со стенами. Поэтому я выделю стенки и смещение снизу тоже поставлю минус 10, чтобы стена начиналась именно от грязного перекрытия. Так, теперь заходим на план этажей, уровень 1 и создадим отделочное покрытие пола. Как это делается? Отделочное покрытие – это такое же перекрытие. Вот мы его выберем. Нажмем на кнопочку «Изменить тип», «Копировать». И если перекрытие является отделочным, то я обычно пишу «От», потом пишу его марку, допустим, единичка, а потом его название. Ну, давайте сделаем плитку 400 на 200. В будущих уроках я еще расскажу, как сделать не просто прямоугольную плитку, но и плитку самых разных форматов и габаритов. Нажимаем на «Ок» и далее нам нужно создать материал плитки 400 на 200 и применить его к данному семейству перекрытия. «Изменить материал» по категории нажимаем на троеточие, создаем материал «Плитка 400 на 200» и создаем моделирующую штриховку данной плитки. «Штриховка поверхности» нажимаем на кнопочку «Нет», выбираем моделирующую штриховку. Для тех, кто не знал, моделирующая штриховка отличается от условной тем, что она имеет конкретный размер, что нам очень помогает в будущем проектировании. Мы нажимаем на кнопку «Создать» и вводим название нашей новой штриховки 400 на 200, крест-накрест, интервал 1 – это 400, интервал 2 – это 200. Вот таким простым способом мы с вами создали плитку, поставим линии под углом 90 градусов. Итак, штриховка создана, она у нас моделирующая, нажимаем на «Ок», 400 на 200 – прекрасно нам подойдет данная плитка, жмем опять же на «Ок» и ставим толщину, которая нам необходима, допустим 10 мм. Жмем на «Ок» и еще раз на «Ок». Все, мы с вами создали отделочное перекрытие плитки 400 на 200. Вас, я думаю, очень обрадует, если вы никогда не работали с моделирующими семействами. Что, если я сейчас нажму на галочку, то у меня вся моя штриховка, она будет иметь конкретные габариты. Если вы выберете инструмент «Размер», то можете в этом убедиться. Габариты вам не придется вычерчивать вручную. Это и есть преимущество модульной штриховки. Ну, мы с вами разбираем все-таки не эту тему, поэтому хорошо, что само перекрытие у нас сделано. Теперь мне необходимо сделать плинтус, который будет находиться прямо на моем отделочном перекрытии. Для того, чтобы все это сделать, я выбираю способы перекрытия «Ребро плиты». Конечно же, также нужно создать и семейство. Нажимаем «Копировать». Плинтус гусек. Окей. И, естественно, наш профиль, который мы с вами создавали изначально, тоже будет здесь присутствовать. Выбрали его. Нажимаем. Окей. И теперь мы можем убедиться, что в отличие от направляющего карниза, наш плинтус будет четко привязан к краям отделочного перекрытия. Принцип создания практически такой же, как и с карнизом. Щелкнули. Раз. Щелкнули. Два. Если вас не устраивает, как мы понимаем, положение вашего плинтуса, то у нас есть кнопочки «Изменения». Опять «Не попали». И еще нажмем на стрелочку «Вверх». Вот, пожалуйста, готов наш плинтус. Вот он есть. Все работает. Если мне также необходимо добавлять или удалять какие-то элементы, я нажимаю на кнопку «Добавить и удалить сегменты». Ну и, к примеру, добавлю сюда два типа плинтуса. И если мне нужно убрать какой-то плинтус, я нажимаю на те же самые грани. Все очень просто и интуитивно. После того, как мы завершили рисование плинтуса, также можем убедиться, что есть способ перетягивания за шарнирчики. И еще раз повторюсь, особенность плинтуса в том, что он следует за гранью, которую мы с вами поставили, а именно за гранью отделочного перекрытия. Я его выделю, нажму на кнопку «Редактировать границу» и, допустим, выделяя какую-нибудь линию, зажав левой кнопкой мыши, перетащу ее с одной стороны и с другой стороны. Жмем на «Ок» и видим, что плинтус теперь полностью следует за нашим перекрытием. В этом и есть особенность ребра плиты от стандартной стены. Конечно же, если мы сейчас с вами создадим спецификацию карнизов, все так же получится. Правой кнопкой мыши «Ведомость спецификации», создать спецификацию «Количество», выберем «Ребра плит». Ну и здесь я ребра плит не нахожу, но, скорее всего, они у нас будут в перекрытии. Развернем «Ребра плит», спецификация «Плинтусов». Нажимаем «Ок» и выберем, конечно же, длину и выберем тип нашего плинтуса. Поместим его наверх. Жмем «Ок» и, пожалуйста, плинтус-гусек длина 7740 мм. Итак, семейство ребра плит изучено, его особенности понятны. В третьем уроке мы разберем, как же создавать семейство прямоугольных плинтусов или уже каких-нибудь индивидуальных плинтусов, таким образом, чтобы можно было считать и спецификацию. Субтитры создавал DimaTorzok